Привет, с вами Виконста. Сегодня у нас будет необычный видеоролик. Хочу обслужить тормозную систему, подготовить машину к зиме. Ни для кого не секрет, что обслуживание на СТО всегда вылазит вам в некоторую копеечку. Поэтому, у кого есть возможность самому некоторые агрегаты обслуживать в автомобиле, в данном случае это тормозная система на автомобиле Hyundai. Посмотрел в интернете, ничего сложного я там не увидел. Поэтому, сегодня будем смазывать направляющие суппорта. Также очищать диски тормозные от коррозии. Ну и, в принципе, подготовить немножко машину к зиме. Обслуживание тормозов это такая вещь, на которой экономить не нужно. Медная смазка у нас будет использоваться для смазки болтов посадочных. Также прикупил я очиститель тормозов от WD-40. Специалист. WD-40, в принципе, марка популярная. И вот они сделали еще одну линейку чисто для тормозной системы. Дальше. Купил я антискрип скрип паста от Liqui Moly. Почитав в интернете за эту смазку, думал, что она для направляющих пальцев, но оказалась только для наружного применения. Она также высокотемпературная, но ее можно мазать только на посадочные места, а также на внутреннюю сторону колодки. Поэтому для пальцев я купил специальную смазку. TRW Это одна из самых популярных. Решил не экономить. Был вариант выбора MS-16-00, ну и еще других разных производителей. Но выбор мой остановился на вот этой смазке, проверенной годами. Цена тюбика составляет 350 рублей, а вот эта смазка 150 рублей. 30-78, а это PFG-110. Видите, закрытая. Ну дальше, что у нас еще нужно будет? В принципе, ключ на 14. Ну у меня головки будет лучше всего откручивать. Ну и давайте приступим. Меньше слов, больше дела. Ставим домкрат. Колеса я уже заблокировал. Поставил два кирпича. и будем приступать к работе. Подкладываем колесо дополнительно под порог для безопасности. Здесь в принципе я еще обрабатывал саму машину. Это у меня грунт-эмаль по ржавчине и немножко мастики. Так как обработка завода не сильно хорошая была, и я решил, что лучше немножко подкрасить. Так как в любом случае чуть меньше будет всякой грязи липнуть к самому кузову. Ну в принципе болты открутил и снял. Теперь у нас есть два болта. Вот они. 14 и 14. Вот эти вот откручиваем и потом снимаем сам суппорт. Вот берем головку на 14 и надеваем. Если у вас конечно будет здесь ремкомплект суппорта, то скорее всего что головка у вас будет на 12. И откручиваем суппорт. Первую сорвали. Видите, легко идет. Вот здесь нижний болт. Тоже он на 14. Все точно так же делаем как и с первым. Надеваем. и срываем. А теперь смотрите что у нас по нижнему. Я головкой откручиваю и здесь видите крутится сама основа. То нужно поставить ключ на 17 и просто придержать чтобы открутился сам болт. Все. Главное сорвать. а потом болт легко выкручивается. Верх ненормально получился. Вот видите. Это я в том году разбирал и еще осталась старая смазка. Здесь точно так же все откручивается легко. Два болта. Снимаем скобу. и кладем ее аккуратно на стойку. Можно конечно подвесить, но в принципе можно положить на стойку. Что касается по пальцам. Видите плохо очень ходят. Я не могу их выкрутить. По часовой стрелке надо крутить либо против вот так разрабатывать. сейчас мы глянем в каком они состоянии. Видите смазка какая черная. Соответственно она функции свои не выполняет. В основном нижний палец больше закисает. Кому интересно этот палец с резинкой. Резинка нужна для того чтобы сама скоба не бубанила. Колодки прижимались лучше. Сейчас мы это все очистим. посадочные места зачистим щеткой по металлу и будем заниматься дальше. Колодки снимаем. Если у вас есть вот такие скобы то обязательно их ставьте на место. Они шли еще с завода. Колодки у меня NBK японские. Сейчас мы снимем и посмотрим в каком они состоянии. я на них проехал где-то порядка 10 тысяч но они в хорошем я бы сказал в идеальном состоянии. Вот две колодочки мы их тоже зачистим снимем эту пластинку и здесь намажем антискрипом ну и соответственно здесь где тормозной цилиндр давит тоже все позачищаем и приведем в порядок дальше пыльники пыльники нужно тоже снять вот так забираете их и все смазка уже видно что старая и точно так же второй надо это все дело вычистить и промыть смазка есть но она уже как клей стало снимаем посадочные скобы видите сколько всего грязи мусора они должны ходить легко и просто если будет какая-то грязь мешать то соответственно колодки будут неплохо к диску прилягать сейчас все позачищаем и побрызгаем очистителем для тормозов возьмем щетку по металлу такая небольшая щеточка здесь все позачищаем верхний слой грязи уберем эти диски коррозируют это все из-за соли да из-за воды также нужно будет залить еще этой жидкости вот сюда вовнутрь чтобы повыдувать остатки грязи и потом дать немножко просохнуть тоже скобы сейчас повычищаем еще более-менее хорошим состоянием раз противо-скриптное это еще заводская шла с родными колодками тоже ее очищаем пыльники зальем возьмем возьмем отверточку и ветош протрем немного на отвертку наматываем тряпку и здесь все тщательно вычищаем сейчас как раз обезжириватель очистил все смотрите сколько грязи и пусть сохнет высыхает потом туда забьем новой смазки процедура не сильно сложная особых навыков здесь не нужно а на СТО конечно с вас сдерут ну рублей 600-700 как минимум да вы потратитесь на эти все процедуры на очистители на смазки сам вы сделаете намного все лучше и качественнее чем кто-то им бы лишь бы побыстрее бы закончить до следующего клиента обслужить ну и все в принципе видите пыльник уже чистый и здесь проделываем те же операции где грязь какая вылазит за тормозами следить нужно так как это прежде всего ваша безопасность бывает такое что пальцы закисают намертво приходится греть поэтому лучше раз в год по возможности лучше перед зимой смотреть за состоянием ваших деталей опять таки это та работа которую можно выполнить самостоятельно вблизи вашего дома не нужно будет ни подъемник вам не откручивать ничего сильно это работа щепетильная в принципе если так брать то в среднем у вас на колесо будет уходить минут 40 30 если хорошо все сделать здесь в принципе пыльник уже чистый все пусть лежит сохнет скоба у нас тоже чистая все посадочные здесь тоже в хорошем состоянии это еще старая смазка медная осталась и здесь тоже все нормально теперь берем пальцы и точно так же их вытираем побрызгаем оно все повытирается начисто все все первый готов еще нужно будет отверткой залезть вот эти вот два места и тоже там остатки смазки повычищать в принципе давлением его выдавило но остаток все равно есть все второй палец у нас тоже готов дальше берем отвертку и в этих всех местах тоже прочищаем да остатки есть все-таки грязи отложений плюс еще этот очиститель как-никак работает пока тепло нужно заняться машиной а то уже ближе туда к концу осени неохота лазить будет по холоду в принципе все видите остаток какой тряпка была полностью чистая перед тем как я ее брал сюда еще сейчас разок продуем и в принципе все берем теперь ликви моли открываем консистенция здесь синяя то есть смотрите синяя паста для смазки всего кроме пальцев так мы берем немножко на палец это будет лучше всего и смазываем вот эти посадочные места скобы сильно много усердствовать тоже не надо лишнее оно в любом случае выйдет верхнюю и нижнюю с двух сторон точно так же проделываем и на колодке тюбик 10 грамм ну я думаю хватит с головой на все четыре колеса еще и останется паста синяя такая не сильно жидкая консистенция ну по отзывам люди за нее неплохо говорят вот так же еще можно посмотреть на пыльник в каком он состоянии на цилиндре но сейчас мы посмотрим и точно так же на вот эту пластину наносим эту пасту я буду показывать на примере одного колеса ну а остальные четыре по тому же принципу болты одинаковые единственное что разные суппорта немножко спереди больше суппорт сзади меньше а так смысл один и тот же на внутреннюю стороны колодки я не вижу смысла мазать так как в любом случае поршень давит на саму пластину а с другой стороны здесь зажимает суппорт вот так можно чуть-чуть брызнуть для собственного успокоения все равно этот тюбик потом надо будет куда-то прятать чтобы не высох либо может на четыре колеса как раз и хватит все в принципе колодка здесь чистая все дальше одеваем скобу эти две прорези они должны совпадать и так одеваем то есть внутренняя сторона диска уже собрана и готова здесь также на внутренней есть песку вот она то есть когда колодка будет стираться доходить до этой отметки и соответственно будет сигнализировать о том что пора заменить вам тормозные колодки все теперь глянем что у нас тут с тормозным цилиндром ржавый но ничего страшного нет его кстати можно немножко даже руками задавить да идет чтобы лучше колодку ставить хотя есть специальный съемник механизм который задавливает этот поршень немножко сел ну в принципе можно здесь тоже по каемке цилиндра промазать сейчас немножко наберем пасты и помажем ну и все вот так вокруг по этой части у нас все готово вытираем руки и теперь приступаем к самим пальцам открываем теперь ТРВ пласту и мажем направляйки направляйки мажем не сильно большим слоем по инструкции написано 1-2 миллиметра даже полтора в любом случае вся смазка которая будет лишняя ее выдавить наружу либо она останется в пыльнике вот так конечно не жалеем но и не намазываем чтобы выпирала в любом случае она выскочит под давлением первой есть теперь второй по идее этой смазки должно хватить минимум на год а там посмотрим вскрытие покажет желательно процедуру эту проводить по возможности минимум раз в год а там некоторые вообще меняют тогда когда колодки изнашиваются но соответственно за состоянием пыльников никто не следит у кого короче как время есть так и делают теперь вставляем пластины на место она должна сесть вот так плотненько и вторая наверх защелкнулась еще можно вот эти посадочные места тоже смазать антискрипом хотя некоторые скажут то что пыль сюда будет садиться ну отчасти да верно в любом случае пыль здесь будет садиться как вы не крутите она хоть так хоть так будет липнуть все одна колодка у нас готова и сейчас вторую намажем чтобы было все по феншую раз и два эти колодки у меня не скрипят хотя на рынке очень много подделок поэтому будьте внимательны и покупайте в проверенных местах теперь садим пыльники на место первый вставляем и второй все главное чтобы они были посадочных местах теперь ставим на место колодки это внешне эти колодки должны заходить спокойно от руки не надо там забивать молотком то есть вот они ходят берем внутреннюю колодку и вставляем не забывайте ставить пластину на место сначала низ а потом вверх и вот так оно все встает у нас пластину дальше прижимаем и в принципе у нас колодки стоят на посадочных местах берем верхний палец и вставляем чтобы пыльник защелкнулся все в принципе он так легко ходит если вдруг у вас здесь будет воздух либо лишняя смазка она должна выйти из пыльника вы так чуть приподнимаете пыльник и оно выскакивает видите пыльник ходит спокойно берем нижний палец он у нас с резинкой и вставляем вовнутрь пару раз прокачали резинка резинка ему не дает сильно быстро ходить поэтому он немножко потуже будет главное чтобы пыльник вошел в палец и не было никаких отверстий чтобы попадала грязь и пыль вот так в принципе у нас все уже собрано и готово ставим две скобы в некоторых колодках есть такие отверстия в некоторых нет по маркировке могу подсказать что в большинстве случаев они идут с маркировкой буквы а они дороже там получается но маркировка на них присутствует все колодки у нас стоят теперь ставим сам суппорт все и затягиваем болтами предварительно смажем медной смазкой чтобы чуть лучше откручивались и точно так же второй побрызгаем ну и теперь закручиваем придерживаем ключом на 17 и в принципе крутим от руки а потом уже головкой а теперь зажимаем нижний и два особой затяжки здесь не нужно давать ну в пределах разумного чтобы вы потом смогли открутить все ставим подним колесо предварительно еще побрызгаем здесь чтобы меньше прикисало ну на этом все кому понравился видеоролик обязательно ставьте палец вверх пишите комментарии внизу под этим видео как часто вы обслуживаете свою тормозную систему делайте это сами либо на СТО поделился результатом чего я вам желаю пробуйте старайтесь ну и обязательно у вас все получится ну а с вами на канале был Виконста до новых встреч пока